Чуть ли не каждую неделю новый министр образования и науки России Ольга Васильева делает заявление, становящееся предметом обсуждения, порой из споров среди учителей и родителей. Каким видит развитие образования России новый министр? Что думает педагогическое сообщество о предложениях и нововведениях Васильевой? И какое мнение по поводу грядущих изменений в отрасли высказывают учителя и родители? Над темой работала Александра Охлопкова. Революции в этой сфере не будет. Но все же. Недавно назначенная на пост главы Миноборнауки Ольга Васильева уже провела достаточно много реформ. Помимо кадровой чистки она уже пояснила, каким видит сферу образования. И именно школам министр планирует уделять много внимания. Приоритетные задачи, которые она ставит перед собой, она озвучила на совещании в Сочи, где принимали участие все оригинальные министры. Но в первую очередь то, что она говорит, это статус учителя, престиж учительской профессии. Ольга Васильева также заявила, что главной задачей на новом посту считает заботу об учительстве, поскольку, цитата, учитель – это главный человек в процессе образования. Министр планирует избавить учителей от отчетов. Также базовая часть зарплат составит не менее 70%. Вопрос конкретно заработной платы. То, что в целом по стране перешли на новые модели финансирования, это всем известно. Самая главная задача была – оплата труда должна быть от степени сложности, ответственности и результативности. Придет решение, что надо совершенствовать систему оплаты труда. Но по большому счету там было озвучено, что надо определить, в первую очередь, базовую часть. Установка была 70% должна составить эта базовая часть, 30% на стимулирование. С 1 января 2018 года для повышения учительского роста ведут новые должности для учителей. Ведущий учитель, старший учитель и учитель. Это будет зависеть от уровня сложности работ педагога, уровня ответственности и выполняемых функций. Что касается подготовки педкадров, бакалавриат, возможно, заменит специалитетом. Ольга Васильева также отметила, что педагогов будут готовить по двум специальностям сразу. Между тем, такая практика в нашем университете ведется с 2014 года. Сейчас упор идет на двухпрофильный бакалавриат, это пятилетний, который помогает трудоустроиться выпускнику по двум профилям, поэтому легче трудоустроиться. Новый министр планирует вернуть в школы астрономию за счет второго иностранного языка. Отметим, что на изучение второго иностранного языка тратится 250 учебных часов, поэтому в 10-м и в 11-м классе дадут по часу в пользу астрономии. В первую очередь должны подготовить кадры, кто должен преподавать этот предмет. Должны подготовить новые учебники, потому что наука развивается, педагогические технологии развиваются и с учетом современных требований должны подготовить учебно-методические комплекты. Нововведения в целом положительные, но единственное, что мне как родителю не понравилось, это отмена физкультуры или заменить физкультуру на ритмику. Вот с этим, наверное, я не соглашусь, потому что физкультура как предмет должен остаться. Среди приветов из прошлого оказался возврат советского опыта практики школьников на производстве. По мнению Васильевой, учащиеся должны заниматься общественно полезной деятельностью и расширять свои профессиональные навыки. Так, с следующего учебного года в школах будут потихоньку водиться программы общественного труда. Если говорить об уборке в классах, мы же не говорим об уборке в классах как таковой. Мы говорим о том, чтобы привлечь ребят к общественно полезному труду. И именно этот общественно полезный труд будет формировать, помогать формировать личность. Потому что личность ребенка, она формируется с разных сторон. И не только одной общественно полезной деятельностью. Хотя госпожа Васильева упоминает, что именно общественно полезная деятельность, она ключевую роль играет. Наверное, многие ждали, что министр Васильева широким жестом отменит ИГ. Но этого не произошло. Но все же ожидается возврат к традиционным формам испытаний. Перемены начнутся уже в этом учебном году. Физика, химия и биология. Тестовые задания с готовыми ответами уберут. Первый раз в этом году в девятых классах будет устная часть на ИГ по русскому языку и литературе. То есть постепенно намерены убрать кнопочки «да», «нет». Правильно, мы считаем, введение того, чтобы во внеурочное время ребята развивались более творчески. А не шло полноценное натаскивание к результатам высоким по единому государственному экзамену. Все предыдущие федеральные измерители, насколько хорошо у нас выпускники усвоили программу общего среднего образования, страдали тем, что там всегда был человеческий фактор. Учитель сколько баллов поставит, столько и получается. Если по-простому сказать. А вот единый государственный экзамен – это форма, это федеральный измеритель, форма испытания выпускника школы, где максимально отсутствует человеческий фактор. Нынешняя новая – это не до конца забытое старое. Судя по нововведениям министра Васильевой, школа снова пытается стать местом, где воспитывают. А не просто оказывают образовательные услуги. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, Вероника Засимова, Василий Соловьев. Якутия. День за днем.